Девушки отдыхают В ядовитом фенольном пакете Консервы против людей Правда, которую так долго скрывали В проекте Алексея Егорова Выход есть Мы привыкли рассуждать, что консервы это или душонка Или какие-то домашние соленья На самом деле в наше время по закону, а именно по техрегламенту Даже сок это консервы Вообще слово консервы давно перестало обозначать способ приготовления Или способ хранения Теперь это количество загустителей, количество консервантов Качество тары и вид упаковки Вот, например, пиво вроде без консервантов Но если хранится полгода, значит тоже консервы Так как же правильно выбирать консервы, чтобы самому не превратиться в консервы? Москва Выставка достижений индустрии упаковки Странное мероприятие, ведь в России отрасли юридически не существует Отсюда и все проблемы Сегодня у нас это, по сути дела, в свободном полете находится Вот этот процесс В условиях рынка что выгоднее, тот, кто и производит Покупатели побогаче готовы платить за натуральность Хотя сами производители к таким пристрастиям относятся философски Уж обмануть меня нетрудно, я сам обманываться рад Владелец сети супермаркетов Дмитрий Потапенко по совместительству Отечественный производитель Будучи в бизнесе уже 20 лет, он все рекламные ходы может просчитать наперед Поэтому, например, минералку пьет из пластика А я был на всех, в общем-то, производствах страны И когда нет разницы, зачем платить больше А свой продукт производят по принципу Любая упаковка за ваши деньги Для магазинов среднего сегмента мы выпускаем продукт в стекле Для магазинов более низкого сегмента, дешевого Мы выпускаем тот же самый продукт, но в металле По причине того, что нужна другая ценовая характеристика Более низкая, а продукт один и тот же Стекло, действительно, это премиум продукт И цена у него, конечно, выше, чем у пластика Стоимость бутылки 0,5 литров Колеблется от 5 до 10 рублей И снова выставка Обратите внимание, производители стеклотары Раз в 5 меньше, чем производители пластика Сразу становится ясно На рынке упаковки спрос формирует предложение Курская область – самое крупное в стране производство упаковки Здесь нам показали, как ее производят правильно В промышленных масштабах Вся пластиковая упаковка изготавливается Из полиэтилена, полипропилена, лавсана, полистирола, полиамида Но все эти полихимикаты одного рода племени нефтяного Вначале это было нефть Это производная нефтепродукта Дальше это уже применяется в пленке Из таких гранул здесь делают полиэтиленовую пленку Которую используют при производстве упаковки для макарон, сухариков и чипсов Пищевая упаковка подвергается более тщательной переработке Более тщательному контролю Туда не включаются никакие добавки, которые там наполнители Которые бы могли повредить здоровью человека Вредная она может быть в том случае, если ее использовать не по назначению Если на пластиковой упаковке нет специального знака с изображением вилки и ложки Даже сами упаковчики не рекомендуют из нее есть Особенно опасно разогревать пищу в полистирольной таре Нельзя долго подвергать термическому воздействию пластик Чтобы там не находился продуктом, либо не продуктом Потому что он начнет разлагаться И кстати, для хранения многих продуктов пластик практически не пригоден Оливковое масло, они имеют обыкновение впитывать в себя Запах, может, а порой иногда и вкус, если это хранится в долгих условиях И неправильно тех упаковок, в которых они хранятся По той же самой причине алкоголь, особенно крепкий алкоголь, разливают в стекло В любом стакане или контейнере, или коробке продукт вступает в реакцию Значит, должен быть какой-то регламент Раньше было указание о том, чтобы, допустим, те пакеты, которые продают в супермаркетах Они должны быть сделаны только первичным сырьем Потому что там непосредственно укладываются именно продукты А что на самом деле? Ну, а везде, вы же понимаете, мы с вами в России живем, не в Германии Приличное сырье для пластиковых пакетов – это чистый пермичный полиэтилен Из такого обычно производят упаковочную пленку для завтраков Вторичное сырье – это переработанные использованные пакеты Мы получаем вот такие гранулы Соответственно, вот это и есть так называемое вторичное сырье Она сделана, значит, из пакетов, то есть из остатков, из отходов производства, скажем так Из смеси первичного и вторичного сырья Производитель Горелашвили делает пакеты для мусора и так называемые маечки Так получается дешевле, ведь если мусор можно переработать, зачем его выбрасывать? В мусорных пакетах практически во всех есть вторичное сырье, то есть это однозначно А что касается остального, вы знаете, что у нас нету, допустим, такого понятия, где указывается, какой процент вторичного Пакеты из чистого первичного и с добавлением вторичного, они как близнецы, абсолютно одинаковые Разница только в том, что в пакете, где есть вторичка, выделяется фенол – ядовитый газ Поэтому такой пакет будет иметь резкий и приятный запах Сюда вот фасовочные пакеты – это класть вторичного сырья Мне кажется, что это вообще преступление против здоровья человека, это конкретно То есть ни одна уважающаяся организация этого не сделает, потому что, ну, это все равно, что человеку, извините, стакан чая бросит яд Понимаете? Вот приблизительно вот такое, это преступление Поэтому продукт сначала надо положить в прозрачный фасовочный пакет, а потом в любой другой хозяйственный Эти рисунки из старой книги о вкусной и здоровой пище – продукты, которые мы потеряли Когда-то в таких банках продавали икру красную и икру черную, а в таких – заморскую баклажанную Вот томатный сок, компот из персиков и молочный ряд Кефир, молоко, сливки – все в стеклянных бутылках Из таких же пьют и гайдаевские самогонщики И самое интересное – срок годности всего три дня Теперь, спустя полвека, молоко, уверенно, идет на второй и на третий срок Но самым странным выглядит обычное магазинное молоко в пакетах Когда откроешь, оно не скисает Да и на прилавках такое молоко хранится не в холодильниках Это настораживает, и поэтому про него говорят – чистая химия Несколько лет назад молочные проблемы обеспокоились наверху Правда, химии в пакетах не нашли Но не нашли и настоящего молока из-под коровы Вместо парного оказалось сухое То есть молоко сначала превращенное в порошок, а потом восстановленное Ну так принесли бы нам сегодня, если угостили молочком Не был готов к такому развороту событий А надо быть готовым к любому развороту Отныне, если хоть ложка сухого в бочке натурального Это уже не молоко, а молочный напиток Два месяца уже действует закон Но посмотрите на прилавок обычного московского магазина Молоко, 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 десятки брендов И ни одного молочного напитка Говорят, мы – это то, что мы едим Но человек на 70% состоит из воды Значит, мы скорее то, что мы пьем А вот что именно мы пьем В эпоху этикеток с маленьким шрифтом Узнать это совсем непросто Пьем две упаковки пластика Вот пластиковая, обычная упаковка Вот это специальная упаковка Длительного хранения В чем разница? Здесь это просто пластик Здесь внутри фольга Эта фольга позволяет делать молоко более длительного хранения У молочников своя кухня Если это продукт длительного хранения Или, как говорят производители, мертвый Уже все равно, во что он будет упакован И второе Стеклянная тара для молока не подходит совсем Стекло, будучи абсолютно экологичным материалом Пропуская свет дневной Все равно дневной свет Он ускоряет внутренние процессы Как это ни парадоксально, но для молочного продукта Лучшей упаковкой будет белый, непрозрачный пластик Оптимально для максимально длительного хранения Чтобы либо было защищено фольгой Либо вот такой вариант, где пластик не абсолютно прозрачный Мягкие пакеты, что лежачий, что стоячий Годятся только для молока с коротким сроком бодности И для живого продукта важно, чтобы он дышал Как это ни смешно, но пластик, вот этот пластик, он дышит Пергамент пропитанный, он дышит И более того, он имеет в своем составе специальную пропитку И эта пропитка сделана из лиственницы Это специальная пропитка, которая сохраняет максимально натуральным свойства этого продукта Максимально длительный срок А еще, чтобы живое молоко не скисло раньше времени, производитель должен правильно обработать бутылку Мы всякую бутылку, которую должен залить продукт, очищаем Чистую бутылку мы дополнительно перед самым розовым еще облучаем бактерицидными лампами Сроки годности такого продукта минимальны Сыр и масло не больше месяца Творог не больше 2-3 недель Молоко еще меньше 14 суток А кефир и вовсе будет жить всего неделю Но чтобы увеличить срок годности, оказывается, совсем не обязательно использовать консерванты Мы можем в сыры, в рассолы добавлять немножко соли И, соответственно, за счет соляного раствора продлевать срок хранения Соль противодействует бактериям и противодействует вредным микроорганизмам А что же происходит с самим молоком? Нам говорят, теперь его не разбавляют Разве что зимой и в далеких регионах типа Камчатки Где неоткуда взять свежего молока А вот в Москве даже на заводе найти молочный напиток целая проблема В качестве примера, да, у нас есть розлив молочного напитка Я вам готов его сейчас показать Молочный напиток, пожалуйста Молочный напиток Вот она, новинка рынка Пакет с узаконенным сухим молоком Потребитель еще должен привыкнуть к такому чудному наименованию Молочный напиток И хотя сухое молоко безопасно, его добавляли еще в СССР Просто не верится, что его совсем не подсыпают ныне Поселок Молочное Молочная столица России Это здесь изобрели то самое вологодское масло И сюда мы привезли на экспертизу молоко Идем проверять молоко разных заводов С собой мы взяли 7 пакетов разной жирности и разных производителей Мы можем проверить массовую долю белка, кислотность Центрифуги, морозильники, индикаторы Для неспециалиста непонятно, но красиво Внимание, эксперимент Теперь видно, что во второй пробе образовалось зеленое кольцо Следовательно, добавлена сода Оказывается, в молоко добавляют соду Это чтобы скрыть разбавление водой А еще смешивают обычное цельное молоко и сухое Чтобы улучшить показатели белка То есть сделать более питательным Из 7 московских пакетов 2 не прошли вологодские тесты Данный продукт, он имеет сразу несколько дефектов Кислый, прогорклый, затхлый Давай, приготовься Это всем понятно, настоящее молоко, только из-под коровы Правда, срок годности у него всего несколько дней Потом молоко скиснет, а виновь с кисломолочные бактерии Называйте их как хотите Микробы, микрофлоры, микроорганизмы Важно, что именно бактерии делают молоко живым и полезным Но они же и портят его Советская промышленность нашла компромисс Пастеризация Молоко нагретое до 75 градусов Бутылки могут быть бумажными, пластиковыми Важно, что срок годности у них не больше 10 дней И уж тем более не бойтесь тех самых совсем неподозрительных пакетов с алюминиевым покрытием Они хоть и стоят по полгода без холодильников В них не химия и не сухое молоко На самом деле это чистое молоко Вот в таких теплообменниках Его нагревают до 130 градусов Всего на 2-3 секунды За это время привкусы кипячения не появляются А бактерии погибают Такое молоко и не должно тиснуть Вот только живого в нем не останется совсем Но ведь длительные сроки хранения и сделали консервы такими популярными Знаток Борис Бурда уверен, именно консервы сделали из примата человека С консервирования началась цивилизация Когда древние люди научились солить, сушить, мариновать и вялить Жизнь стала налаживаться Пока люди были беспорядочной ордой, которая бродила Подбирала все то, что находила И съедала мгновенно Естественно, не могло быть ни городов, ни государств, ничего В 1922 году ученые откопали самые древние в мире консервы Их нашли в гробнице Тутанхамона Это то, что французы называют конфи Когда продукт, чаще всего это тушеное мясо Заливается слоем жира Вот такие вот консервы из мяса утки Залитые оливковым маслом И закрытые в двух овальных чашках Были найдены даже в гробнице Тутанхамона Утка пролежала в глиняном горшке, запаянном смолой Более трех тысяч лет Археологи делегаты спробовать не стали Но, похоже, они зря боялись отравиться Есть сведения, что собаки Не отказались часть этих консервов съесть Когда за ними не уследили То есть степень сохранности их была настолько высока О современных консервах мечтал Наполеон Наполеон придавал огромное значение Продуктам для армии Причем продуктам, которые хорошо сохраняются И вот был объявлен конкурс В 1795 году Бонапарт пообещал награду тому, кто придумает лучший способ сохранять продукты И уже через 10 лет простой повар из Парижа Николя Аперт придумал герметизацию А именно он обрабатывал банки в кипящей воде Наполеон даже не только выдал ему премию, но присвоил звание благодетель человечества Еще один благодетель, английский купец Питер Дюпон 200 лет назад запатентовал консервную банку И открыл первый консервный завод А вместе с тем появились и дешевые подделки Знаменитая экспедиция сэра Джона Франклина Строго говоря, скорее всего, погибла из-за консервов Не запаивали банки свинцом Опасным кумулятивным ядом, который накапливается в организме И некоторые из них от свинцового отравления и погибли А эту банку консервов царских времен русские следователи нашли на Таймыре Щи с мясом, кашу, продукты, которым питалась экспедиция Эдуарда Васильевича Толя Которые пролежали и сохранились с 1900 года В поисках земли Санникова все члены экспедиции Эдуарда Толя погибли А вот консервы в условиях вечной мерзлоты отлично сохранились В 1973 году их нашла другая экспедиция под руководством Дмитрия Шпаро По вкусу это были нормальные щи с мясом и с кашей Значит там было довольно много мяса, оно было такого вот розового цвета Как-то баночку открыли, оно немножко потемнело сразу просто на глазах Запах был таких вот кислых щей, довольно приятный Ну а вкус просто нормальный, отлично, я думаю, что это был великолепный совершенно продукт Хлебалищи уже в Москве за одним столом с учеными, которые подтвердили Консервы качественные, что называется, испытаны на себе Живы, видите, остались, но, конечно, изменилось несколько внешний вид Содержание железа там, конечно, побольше Смотрите через несколько минут Консервы Тутанхамона Кому довелось попробовать со стола фараона? Что такое ботулизм и с чем мы его едим? Тушенка, сэр Уникальная экспертиза На проверке 87 банок Эти консервы выпустили на первом в России консервном заводе Его открыл в 1870 году в Петербурге Франсуа Азибер Последователь того самого благодетеля человечества К месту находки экспедиция Шпарова возвращалась четыре раза Еще шесть таких банок до сих пор хранятся на Таймыре В условиях вечной мерзлоты они сохранились куда лучше, чем в лаборатории не и консервной промышленности Вместо вынутого исследователи закопали в том же месте современные консервы из Росрезерва Заложили свежие продукты для следующей выемки в 2050 году Советские консервные заводы оборудованы по самому последнему слову техники Консервная промышленность СССР вырабатывала около 600 видов различных консервов Консервы деликатес В шикарных ресторанах того времени могли подать банку с импортной тушенкой Правда, поверьте, хорошей, качественной и без сои И консервы-кормилицы целой армии И что удивительно, долгое время открыть банку было большой проблемой Как ни странно, консервный нож был изобретен гораздо позже, чем консервы Раньше с помощью долота и молотка бедные матросики вырубали баночки эти вот, донышки у них И как-то все-таки добирались В 60-е годы эпатажный художник Энди Уорхол превратил консервную банку в произведение искусства Он нарисовал 48 картин с изображением банки томатного суба Кэмбеллс и продал их по 100 долларов за штуку Сейчас их стоимость от 3 до 12 миллионов долларов Но давайте все-таки поймем, как выбрать не картину, а консервы У опытного путешественника Дмитрия Шпаро есть свой рецепт, как выбрать консервы, которые потом выручат в любой жизненной ситуации Надо взять, выписать название 12 заводов, купить по одной банке каждого из этих заводов, попробовать Вот 11 банок, я уверен, вы выбросите, одну оставите и потом эту одну покупать Определить на глаз, какие сюрпризы таит в себе обычная консервная банка, не могут даже специалисты НИИ консервной промышленности Консервы можно накормить и в то же время отравить Сегодня делать консервы по ГОСТу совсем не обязательно Технические условия, может само предприятие написать Производители придумывают рецепты сами по так называемым ТУ, техническим условиям Одним из опасных могут быть огурцы Если нарушена технология, даже в абсолютно герметичной банке может накопиться смертельно опасный яд, ботулотоксин Можно съесть один кусок огурца и вы заболеете, могут вас не спасти Отравление такими токсинами называется ботулизмом Он вызывает поражение мозга и центральной нервной системы И если вовремя не оказать медицинскую помощь, смерть в течение нескольких часов неизбежна Очень страшное такое заболевание, которое влияет на центральную нервную систему Оно может привести к полной инвалидности человека В лучшем, так скажем, случае, если он остается жив Кроме всего прочего, страдает очень сильный желудочно-кишечный тракт Это потом последствия, так скажем, этой диареи бесконечной Это боли в животе Разглядеть смертельный микроорганизм невозможно даже в прозрачной банке Для разморжения им не нужен воздух Выявить наличие токсина может только лабораторное исследование Внешний продукт может выглядеть очень хорошо Это он не дает таких внешних признаков, там, вздутия банки Помните, батуристические токсины вполне могут оказаться и в домашней баночке с оленьями Особенно, если банки и продукты были плохо помыты И недостаточно простерилизованы перед закатыванием Особенно в домашнем консервировании это тоже страшно Потому что не все знают Ну, хозяйка, если чистоплотная, и бы все хорошо делает Ясно, что она хорошая, себя вреда не наделает А если ездят на продажу, там, особенно нельзя вдоль дороги Чтобы убить опасные микроорганизмы, производители вьют побольше уксусной кислоты Вот почему соленья из магазина часто вызывают изжогу Кислота убивает не только токсины, но и микрофлору вашего организма Последствия абсолютно ужасные Возникновение таких заболеваний, как гастриты различных форм Это язвенная болезнь желудка 12-перстной кишки Первый признак, что консервы опасны – вздутая крышка Если не ботулизм, то кишечное отравление вам гарантировано Любая хорошая банка при открывании всегда громко выдыхает Слышите? Хлопок И вот крышка выжнулась Вот это был контроль А сейчас, если закройте, назад уже... Видите, нету Хлопка нет А вот у всех скручивающихся стеклянных банок На крышке есть вот такая кнопка контроля Если вы пришли в магазин и так вот нажали какую-то банку И вдруг она захлопала Так вы такой шум поднимите Почему вы некондиционную банку выставляете Это вы знаете, а другой-то не знает, придет домой и отравится Стеклянные банки лучше хранить в темноте Если консервы в прозрачной таре долго застаиваются на прилавках Из-за света меняется и вкус, и цвет содержимого Консервы в жестяных банках считаются более практичными Не бьются, не подвержены цвету, легче переносят температуру Но из поврежденной банки металл может перейти в продукты Хром, железо, свинец, лаки, эмали Все это вы можете съесть вместе с консервами из банки И помните, например, не стоит хранить тот же зеленый горошек в открытой металлической банке Лучше переложить его в стеклянную тару и уберите в холодильник И еще не покупайте банки с повреждениями На корпусе не должно быть вмятин и сарапин Особое внимание обращайте на швы Они не должны быть ржавыми или даже потертыми А лучше всего покупать консервы в бесшовных банках Ну а если вы выбрали банку с ключом на крышке Проследите, чтобы ободок для среза не был испорчен Пакеты по 0,5, литровые бутылки и трехлитровые банки Все мы любим соки и хотим получить от них максимум пользы Но как из всего этого многообразия на полках магазинов Выбрать действительно хороший продукт? Это видео снято на одном из заводов в Китае Здесь делают концентраты для соков, которые потом будет пить вся Россия Китайские рабочие сортируют апельсины Вот хорошие плоды, они идут на прилавки магазинов А это гнилые, из них и сделают концентраты для соков Потом апельсины с душком перемелют в специальных машинах Выпарят воду, добавят сахар и консерванты Позже именно такой концентрат уже на заводах будут превращать в стопроцентный апельсиновый сок Затем сок разольют по пакетам, бутылкам и банкам Особо жадные производители разбавят его водой При этом во что упакован сок большой разницы не имеет Если вы по советской привычке доверяете трехлитровым банкам То знаете, нарваться на обман можно и в них Восемь образцов вот этих вот трехлитровых банок с соком не являются соком Даже близко не являются соком И в бутылках с красивой этикеткой А в этих бутылках оказалось, ну, нечто, даже что-то не похожее на нектар Или что-то, ну, вываренное просто из массы, например, томатной и разбавленное водой Поэтому уже сегодня многие из нас магазинным соком не доверяют Певица Полина Гагарина не исключение От соков в картонных пакетах и стеклянных тарах Она отказалась в пользу свежевыжатых Ты беги, беги, найди меня, где все края Радуга в качестве я буду ждать тебя Ну, апельсиновый сок очень полезен для кожи Для девушек особенно Решение выжимать во имя пользы красоты и здоровья пришло неожиданно После рождения сына певица стала больше заботиться о здоровом питании В дом сразу купили соковыжималку И теперь Полина делает соки сама Для себя, ребенка и гостей Вот так вот мы надавливаем и наш сок потек Апельсиновый сок очень полезен по утрам Кроме свежевыжатых, в по счете разнообразные коктейли на их основе Молодая мама миксует соки с ягодами и зеленью, говорит, так полезнее Какой чудесный день, какой чудесный пень, какой чудесный я и песенка моя О самых полезных овощах, фруктах и их сочетаниях лучше всего знают здесь, в клинике лечения соками Сегодня врач откроет рецепт самых полезных соковых сочетаний Вместе с нами их послушать и записать пришла солистка группы ТУСИ Леся Ярославская Первый уникальный коктейль для стройной фигуры овощной Для чего возьмем сельдерей, огурцы и добавим немного укропа Сели на диету сельдерей, огурец и укроп Лучше для худеющих не найти Снижает аппетит, притупляет чувство голода, мощно выводит избыток жидкости К сожалению, мы очень часто этим страдаем и мало двигаемся Если сельдерея под рукой не оказалось, а огурцов, опасаясь европейской инфекции, вы не покупаете Можно произвести замену Удивительно полезными свойствами обладает сок простого кабачка Кабачок содержит большое количество калия Способствует тоже мощному введению избытка жидкости из организма Следующий рецепт семейный, придает сил и энергии, повышает иммунитет Морковь и яблоки почти всегда есть в любом доме Морковь и яблоки это продукты, которые подходят всем возрастным категориям людей На закуску десерт от шеф-повара Для этого нам потребуется сладкий болгарский перец, свекла, морковь И что быть может неожиданно, кисломолочный продукт Сок перца, свекла и моркови плюс кефир или йогурт Врач утверждает, такой напиток по своим питательным свойствам вполне может заменить ужин Не хотите разбавлять кисломолочным напитком, пейте без него Все свежевыжатые соки обладают поистине чудодейственными свойствами Соками можно утолить жажду, восстановить силы, пополнить витаминный баланс, снизить массу тела Правда, есть одно нехитрое правило Свежевыжатый сок полезен только в первые полчаса после отжима И знаете, овощных соков можно пить много, а вот злоупотреблять фруктовыми не стоит Не более 300 мл в день А если у вас проблемы с желудком, такие соки лучше разбавлять водой И все же, где выход? Какие соки можно покупать в магазинах, если нет возможности выжимать самому? Глава союза производителей соков Наталья Иванова уверена Порядочных изготовителей все-таки больше, чем мошенников История с разбавленными соками скорее исключение, чем правило Когда вы приходите в магазин, нужно, прежде всего, определиться, что же вы хотите купить Сок нектара или сокосодержащий напиток, или, например, морс Для этого нужно не лениться читать упаковку Производитель обязан писать на упаковке, сколько в пачке сока, а сколько воды Лучше, если в составе не будет сахара При этом соком может называться только тот продукт, в котором вообще нет консервантов Консервантов в соковой продукции быть не должно Если в составе значится консервант, это не соковая продукция Стеклянные бутылки и банки в наше время уже не лучшая упаковка для соков Бутылка прозрачна и банка прозрачна Соответственно, через нее продукт проникает в свет Что, в общем-то, не является благоприятным для сохранения продукта А вот картонные пачки специалист хвалит Это более современная упаковка, я еще раз говорю, позволяющая Использовать более щадящие режимы обработки при производстве соковой продукции И позволяющие максимально сохранять качество продукта в течение его хранения После того, как вы выбрали, в какой упаковке покупать сок Смотрите внимательнее на саму пачку Обязательно нужно обратить внимание на срок годности продукта Нужно внимательно посмотреть на состояние упаковки Она не должна быть вскрыта, она не должна быть деформирована Не любой сок прямого отжима лучше восстановленного, утверждает Наталья Отдавать предпочтение лучше большим производителям с репутацией и именем Достаточно много знаю про соки, и я не отдаю предпочтение сокам прямого отжима И если у меня нет возможности сделать свежеотжатый сок, я по этому поводу абсолютно не переживаю Такой молодой и с виду простой, Легень – один из крупнейших поставщиков овощей в нашу страну 40 километров теплицы России Будьте уверены, вы наверняка хоть раз ели его огурцы и, видимо, еще долго будете есть Китайский бизнесмен не спрашивает на рынке, откуда овощи, просто сравнивает цены Итак, огурцы Один рублей за килограмм Это яблоки Шесть рублей за килограмм Ну и морковка Шесть рублей за килограмм О таких ценах в России только мечтать Это Москва, Красная Пресня Каждой осенью здесь проходит одна из самых больших продуктовых ярмарок в стране Свой стенд здесь и у Легеня Мы поставляем Мы поставляем Овощи Удивительно, выставка в Москве, а китайцев здесь едва ли не больше, чем россиян Мы проводим анзервы Мы поставляем морскую капусту Мы привезли к племени Суть предложения негациантов с Востока понятна на примере этого буклета На обложке безымянная банка шампиньонов Открываем, а там знакомые все бренды Эти грибочки вам продадут как шампиньоны резанные или стерилизованные Вот версия для России, есть для США, для Чехии Названные по-разному, фактически все они из-за одной китайской бочки Также фасуют и, казалось бы, родные для нас грузди, опяток И вот теперь Восток замахнулся на святая цветых русского застолья Соленые огурцы Оказывается, отечественных на прилавке еще поискать Вот это стандартный огурец Так называемый огурец 6-9 Он будет один к одному, он будет маленького размера, он будет маленький, аккуратненький Если вы возьмете наш огурец Из нашего сырья сделанного Он будет в 2, в 3, в 4 раза в 1 раз больше А знаете ли, как доходит до нас этот нерусский стандарт? Оказывается, в Индии или в Китае Огурцы засолят в сессерных, да так, чтобы никакая жара не взяла У нас огурцы сначала расконсервируют, по сути, смоют химию А потом заново законсервируют Эти же огурцы, они уже в сильном рассоле, да, его потом восстанавливают и рассосуют в банке Соответственно, ну, вкусовые качества можете себе представить, да, какие могут быть Конечно, дома у бабушки огурцы свои, но мы говорим о промышленном объеме Ну, нет у нас огурцов для солений Думаете, есть помидоры? Возможно, но их даже в томатные соусы берут В основном это иранского производства и китайского производства А Россия не можем мы, не можем вырастить и не можем, то есть, получить доброкачественное сырье А красный перец, вы все еще думаете, его закручивают в братской Болгарии? Вовсе не обязательно, это тоже китайское производство В Москве такое стоит 100 рублей, а в нашем городе, в нашей стране стоит 2 рубля Все работники в спецодежде, на голове даже не чепчики, как у нас, а шлемы На этих заводах действительно чисто и аккуратно, только одна странность Вот интернет-сайт крупной российской компании Тут сказано, секрет успеха, цитирую, заключается в процессе производства Начиная от закупки свежего сырья у отечественных сельхозпроизводителей Но какой отечественный производитель, если и легень на них трудится? Это фасоль и зеленый горошек Это три компании, российский продукт Это Россия Это кто, Россия? Это кто, Россия? Расфасовав консервы в Китае, поставщики наклеят этикетки только в России А если огурчики и грибочки приедут в цистернах и в банках закрутят на нашей территории У производителей вообще появится право написать «Сделано в России» Так китайский след для нас, покупателей, исчезает навсегда И только владельцы магазинов и немногие поставщики знают, сколько на самом деле на прилавках русского Отечественных производителей не здесь, а вообще в России Их практически ноль Смотрите через несколько минут Китайские секреты российских соков Апельсины с гнильцой и яблочки с зеленцой Что такое «Е» и с чем его едят, а также сколько не доливают и не докладывают в консервные банки Это страшная буква «Е» Новый смысл она обрела всего полвека назад Теперь это мы знаем Если молоко хранится в холодильнике неделю и не скисает, а хлеб спустя 10 дней не черствеет Это не признак качественной продукции Это «Е» Простой дешевый способ придумать продукты привлекательный вид и цвет, усилить вкус и продлить срок его хранения Сегодня вообще без консервантов мы в магазине практически ничего не купим Никогда и негатив Сложные химические названия добавок в 1953 году в Европе стали маркировать буквой «Е» К ней добавили цифры и получилось несколько сотен наименований Некоторые люди употребляют в чистом виде, например, кладут в чай «Е-951» Аспартам, который является заменителем сахара, по большому счету это та же самая, сама по себе как бы добавка Последствия употребления таких ешек могут быть самыми разными При инсформации тела, которые уже пролежали 15-20 лет в земле, оказывается, что тело не разлагается То есть оно настолько, так скажем, много получило консервантов из пищи, что чуть ли не само законсервировалось Ведь мы каждый день употребляем на завтрак, обед и на ужин целый список химических веществ и соединений Они есть в молоке Что касается йогурта, что касается сметаны, что касается творога Как любой кисломолочный продукт туда добавляют, безусловно, консерванты, чтобы он подольше хранился Он начинает бродить, он покрывается плесенью Если туда не добавить те или иные добавки Для производителя это убытки В колбасе и сосисках Колбасы и сосиски содержат больше консервантов и красителей, чем мяса Консерванты и красители входят в состав пищевых добавок с буквенным кодом «Е» Они могут приводить к нарушению пищеварительной системы, к проблемам с иммунной системой В самых негативных случаях это может приводить даже к развитию раковых опухолей Но из всех продуктов питания таблицу Менделеева лучше всего изучать по сладостям В нашем мармеладе содержится огромное количество пищевых красителей и ароматизаторов Причем производители этого даже не скрывают Здесь содержатся такие вредные вещества, как Е-102, Е-129, Е-133 Эти вещества в том числе ведут к гастритам, к выпадению зубов, к болезням десен и так далее Теперь даже в самом народном продукте – хлебе – и то не обходится без химии И теперь аромат традиционной булки – это синтезированный запах Добавляют и красители, и ароматизаторы, и витамины, и разрыхлители Все добавляют, потому что без этого невозможно хлеб испечь И ведь дело не в конкретной булке хлеба или кусочке мармелада В той концентрации, в какой есть эта добавка в том или ином продукте Например, в одной конфетке, или в одном йогурте, или в одной сосиске, или в капельке кетчупа Ничего страшного, естественно, не происходит Но мы же эти конфетки почти каждый день Кетчупом тоже пользуемся ежедневно, во время обеда Используем йогурты, даем их детям, и сами, в общем-то, едим И говорим, что это полезно Среди огромного списка пищевых добавок есть разрешенные, запрещенные, вредные и безвредные Последних крайне мало Е100 – краситель куркумин Е363 – подкислитель янтарная кислота Е504 – разрыхлитель теста карбонат магния Е957 – посластитель тауматин Есть небольшой перечень продуктов, где добавки не используются Берите хлеб из отрубей Во всяком случае, отруби содержат много витаминов группы В Очень положительно действуют на кишечно-желудочный тракт На перистальтику кишечника И этот хлеб полезен при диабете, при других любых заболеваниях И он дешев, недорог Сахару тоже можно найти замену Но это должен быть не искусственный аспартам в таблетках А природный продукт, полученный из ягод и фруктов Лучше пользоваться фруктозой, это натуральный продукт Он менее сладкий, чем сахар Обладает очень приятным вкусом И, соответственно, в небольших дозах его могут употреблять Как больные с сахарным диабетом, так и люди, которые следят за своим весом Конечно, избежать пищевых добавок в пище невозможно Но можно их свести к минимуму Поэтому внимательно читайте этикетки И помните, запах, свет и вкус продукта часто обманчивы Кефир Литр, литр, литр Тоже литр? А вот и нет 950 граммов Бутылка налита не доверху Знаток Недосыпов, эксперт в недоливах Когда-то все эти хитрости маркетолог Александр Левитас Преподавал владельцам крупных компаний Даже книгу написал Сегодня бизнес-тренер пришел в магазин посмотреть Как его учение воплощается в жизнь Как вы думаете, в какой из них больше кефира? Думаете, в этой? Не угадали Тут 425 граммов А здесь всего 350 Но из-за того, что бутылка вытянута Из-за того, что у нее есть талия Кажется, что в ней больше товара, чем на самом деле Талия на бутылке, воздух в коробке шоколада Вогнутое дно на банке салата Это не обман Ведь на упаковке стоит вес нет-то И его всегда можно сравнить С водкой так не пошутишь Поэтому для водки придуманы другие Ничуть не менее оригинальные способы недолива Смотрите через несколько минут Китайское все Откуда к нам приезжают соленья Сколько химии в натуральном И где найти хлеб без консервантов? По полноте налива То есть можно чуть-чуть не долить Или чуть-чуть перелить Это гост тоже допускает Плюс-минус 5 миллилитров Можно и в ту, и в другую сторону изменять Но, как правило, не переливают Обычно не доливают Итак, закон позволяет не долить 5 миллилитров И вот мы уже сами обманываться рады А уж перед модным словом Эконом-упаковка не устоит даже опытный покупатель Обычно такие большие упаковки того же товара Называют эконом-паками Если один пакет стоит 28,90 Три пакета должны стоить 86,70 Но сколько стоит трехплодоровый пакет на самом деле Сколько сэкономит покупатель Не сэкономит ничего Более того, переплатит почти рубль Простая арифметика и никакого мошенничества Вопрос Как заставить покупателя съесть буханку хлеба быстрее? Ответ Очень просто Если нарезать хлеб на немножко более толстые ломцы Но когда дело доходит до оформления упаковки Тут изобретательности производителей нет предела Вот посмотрите Две еле заметных дырочки Глазом мы их не видим Но носом чувствуем запах свежего кофе Реакция мозга – брать Кроме аромоприманки важен цвет Художник-дизайнер Александр Мещеркин говорит Что потребитель любит глазами Поэтому с помощью одних только красок Мещеркин решает простые, с виду детские задачи Но его клиентам они приносят миллионы Когда-то одной известной фирме Мещеркин доказал Йогурты надо отбеливать И на этом разбогател Как утверждает Мещеркин Белый цвет ассоциируется с премиум-сегментом То есть с элитными товарами А премиум уже и стоит должен по-другому Точно так же, как и экологически чистые продукты Подсолнечное масло без холестерина Холестерин, как известно, животный жир Иными словами, в любом растительном продукте Его нет по определению Марья Ивановна – это и есть тот самый потребитель растительного масла Именно на такой образ ориентируются российские производители Их западные коллеги пошли дальше Они ориентируются на собирательный портрет российской покупательницы Которую они называют Миссис Киеванова Это женщина, а не мужчина Почему? Левитас начал объяснять, но понял, что лучше один раз увидеть Нет, это не она Вот она Выходит, вот она, идеальная покупательница Та, о которой мечтают производители Такой чего только не впаришь Посмотрите, женщины-телезрительницы Наверняка в ней есть что-то и от вас Я, конечно, как всякая нормальная женщина Я чуть-чуть ворона, которая реагирует на все блестящее Вот видите, я даже одетка в какую-нибудь Певица Маргарита Суханкина товар выбирает по упаковке Чем ярче, тем лучше Но никогда не знаешь, сколько продукта внутри Меня вообще совершенно убивает Это когда вот такие вот продаются огромные банки Если ты откроешь эту банку То там у этого крема кот наплакал Просто плевочек На это и был расчет А Суханкина, как положено классической миссис Ивановой Купилась Вот, кстати, и гель для стирки с мерным стаканчиком У нее тоже нашелся Конечно, удобно Но вот вопрос Сколько вешать в граммах? Когда стаканчик у вас в руке Да Естественным образом наливаете его Либо до краев Да Либо, как говорят в рекламе Хватит и половины дозы И наливаете до середины Хотя реально хватило бы и четверть А еще, как бренд назовешь, так его и купят Так появились семечки грызлов Точнее, лав Из последнего консервы Куин Вроде в слове четыре буквы Но вы возьмите и не спеша прочитайте Получится? Впрочем, вы и сами догадались, что получится А знает ли про эти консервы сам? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok